Привет, меня зовут Николай, и я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи» из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Дэвид Стилман, поколение Z на работе. Как его понять и найти общий язык? Дэвид – руководитель американской компании, которая занимается изучением проблем взаимодействия разных поколений. Он более 20 лет занимается этим вопросом, и вначале результатом, агрегированным результатом его работы стала книга «Когда сталкиваются поколения», потом ему этого показалось мало, и он стал приставать к своему сыну. Вернее, и приставать, и просто тихонько наблюдать за ним, записывая жизненные какие-то ситуации и мотивы поведения. Результатом их совместного труда стала книга «Поколение Z на работе». То есть, по правде, эта книга написана не только Дэвидом Стилманом, но еще и его ребенком. Что это вообще за поколение такое? Согласно общепринятой классификации поколений, термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся примерно в 2000-2019 годах. Есть еще переходное поколение YZ, это 97-2003 год рождения, и переходное поколение ZA, это 2017-2023 год рождения. Y – это миллениалы, а A – это то, что придет на смену так называемым зумерам. Их еще называют, вот это поколение Z называют поколением зумеров. Вообще, в двух словах нужно сказать, что поколенческая теория, она была разработана Уильямом Штраусом и Нилом Хау, американскими учеными, и описывает повторяющиеся поколенческие циклы в истории Соединенных Штатов Америки. Штраус и Хау, они определили поколение как совокупность всех людей, которые рождены в определенный промежуток времени. Этот промежуток примерно составляет 20 лет. Или, по сути, это одна фаза жизни – детство, молодость, средний возраст и старость. Ну, в наших широтах это чуточку поменьше, чем 20 лет, но в среднем одна фаза примерно равна 20 годам. Поколение можно идентифицировать, если оно соответствует трем критериям. Во-первых, представители одного поколения разделяют одну историческую эпоху, то есть они сталкиваются с одинаковыми историческими событиями, проблемами, какими-то социальными веяниями, и, в общем-то, находятся в одной и той же фазе в это время. Во-вторых, они разделяют определенные общие убеждения и модели поведения. Мы вот сейчас на примере поколения Z в этом убедимся. Ну и, в-третьих, зная об опыте и особенностях, которые они разделяют со своими ровесниками, представители этого одного поколения, они также будут разделять и чувство принадлежности к данному поколению. То есть миллениалы всегда скажут, что да, они миллениалы, представители поколения Z скажут, что они к нему относятся и являются зумерами. Внутри каждого поколения, по теории Штрауса и Хау, есть там еще огромное количество разных архетипов, куча всяких наворотов. Ну, в общем, вам важно знать, что раз в 20 лет сменяется поколение. Текущее, молодые ребята, которые уже начинают сейчас устраиваться на работу, то это и есть как раз поколение Z, поколение зумеров. Так увлекся этой поколенческой теорией, что совсем забыл сказать, что у нас сегодня, за два дня до начала весны 2020 года, вместе с хорошей книгой «Ле Гран Нуар» 2018. Сухое, белое, французское. Если вы слушаете подкаст в первый раз, то вынужден вам сказать, что вместе с книгой я обычно открываю бутылочку хорошего вина, потому что нет ничего в жизни лучше, чем хорошая книга и неплохое вино. 85% шардоне, 15% вианье. Вино, кстати, из сортов регионов, контролируемых по наименованию. Оно однажды уже было у нас в подкасте, очень такое весенне-летнее. Производитель, кстати, Леселье Жан Далибер, по-моему, как-то так оно там называется. Однажды он открыл свою первую винодельню в старом монастыре. И там монахи, которые находились в этом монастыре, они, в общем-то, в писаниях своих сравнивали людей с божьими овечками. И сами монахи все время ходили в черных одеяниях. Поэтому у этого производителя теперь всегда на этикетках изображена черная овечка. Увидите в магазине, смело можете покупать. Однако, представители поколения Z, они активно используют планшеты. У них все понятно с AR, VR, 3D-реальностью. И зачастую, кстати, термин поколения Z рассматривается в качестве синонима термина цифровой человек. Поколение зумеров интересуется наукой, технологиями. В общем, всякие инженерно-технические вопросы, биомедицина, робототехника, искусство. И меньшее внимание уделяет первичному накоплению капитала. И вот всем тем базовым вещам, которые были важны еще для миллениалов или для поколения бэби-бумеров. С точки зрения того, что нужно обзавестись машиной, квартирой. Ну, в общем, об этом мы сейчас во всем поговорим. Суть книги в одном предложении. Если у вас есть бизнес и вы нанимаете людей, то рано или поздно там появятся зумеры. Они сильно отличаются от ваших представлений о карьере и мотивации. Даже если вы миллениал, не говоря уже о поколениях постарше. И помните, что для зумеров важна забота, самореализация, комфорт. Дайте им это, и они свернут горы. Быстрые 10 фактов. В чем заключается опасность поколения Z? Значит, ну, как мы уже говорили, это люди, рожденные в период с 2000 по 2019. И получается так, что многие из них уже закончили учебу и начинают претендовать на вакантные должности. Вы, как руководитель, ну, или как человек, в коллективе которого может появиться зумер, должны быть готовы к тому, что управлять этими новыми сотрудниками по старым законам совсем непросто. Значит, основные черты зумеров – это жизнь по виртуальным законам, непринятие командной работы с точки зрения командной ответственности. Очень важно для них собственное мнение, собственный имидж и вот это вот самовыражение. Ну, и они независимые, прямолинейные, прагматичные, в общем-то, страдают от дефицита внимания и при этом не способны сконцентрироваться на чем-то дольше, чем на 8 секунд. В книге «Микротренды» мы уже говорили о том, что такое синдром дефицита внимания и гиперактивность, СДВГ. Это то, что раньше считалось заболеванием, а теперь является нормой у современных детей. И это вот как раз про поколение Z. Два фактора, которые вам предстоит помирить в жизни зумера – это мотивировать достаточно для того, чтобы он прошел путь из точки А в точку Б, не отвлекаясь и не теряя при этом интереса к тому, что он делает. И в этот же момент вы должны быть с ним честными, окружить его заботой, потому что для него это очень важно, и эта задача не из простых. Потому что, несмотря на внешние инфантильные признаки, Z демонстрируют очень ярко выраженную склонность к карьеризму. Это и есть второй факт книги. Авторы называют это достоинством Z-поколения, то, что они стремятся построить успешную карьеру, и специалисты при этом готовы работать на одном месте продолжительное время. Но, чтобы их удержать, начальнику нужно поддерживать дружеские и какие-то такие уважительные взаимоотношения. И если вот этого, вот этой потребности в понимании, которая является теперь основополагающей, не будет, то работники уйдут или начнут подрабатывать на стороне. Вот с первой частью этого тезиса про склонность к карьеризму я бы поспорил с автором, потому что мне доводилось видеть в работе самых ранних представителей этого поколения, рожденных в 2000-х годах, и в среднем они, как я наблюдаю за небольшой, конечно, выборкой, но наблюдаю за этими людьми, они меняют рабочее место где-то в среднем раз в 6-9 месяцев. Но, если принять, что тезис Стеллмана верен, то выходит, что привычные системы мотивации и рабочего уклада, которые вот прямо сейчас действуют в компаниях, они больше не работают, потому что считаются зеттерами устаревшими и архаичными. И это правда, потому что, ну, что же тогда для них важно по-настоящему, кроме заботы и правдивости, что может удержать их на рабочем месте надолго? Во-первых, это собственный имидж. Это и есть третий факт из книги. Молодые люди зациклены на себе, они трепетно относятся к созданию личного имиджа, и, собственно, это можно использовать во благо компании. Вы, во-первых, персонализируете подход к зеттерам и предлагаете индивидуальный карьерный план с четкими, понятными периодами, в которые будет пересматриваться, там, зарплата или условия труда, и ключевыми показателями эффективности, чтобы мотивировать вот этим самым ценного соискателя или ценного работника, который вдруг захотел поменять работу неожиданно после 6 месяцев нахождения в компании. В общем-то, при всем этом поколение Z отличается высокой заинтересованностью в работе, конкурентоспособностью и, самое главное, отсутствием страха перед ошибками. То есть у них очень эластичное мышление, и они зачастую предлагают такие решения, о которых вы не думали, побоялись бы, или еще по каким-то причинам эти решения были невозможны. А вот это новое поколение, оно очень легко и быстро такие решения находит и внедряет. При этом для них очень важна личность. Стилман говорит, что единственный способ использовать сильные стороны поколения Z, это в том, чтобы принять уникальность каждого сотрудника, и вы теперь руководите не командой из 20 звезд, а 20 разными звездами, которые собираются в зависимости от проекта или задачи в какие-то микрокоманды или в большую одну команду. Все дело в том, что Z обладают, благодаря вот этому опыту взаимодействия с цифровым миром, с гаджетами, с оцифровкой и с большим информационным потоком, они обладают неповторимым складом ума, из чего нужно, можно и нужно извлекать пользу. При этом Z-теры, зумеры, представители поколения Z, они не приемлют надменного отношения и не приемлют вранья. То есть они живут в таком открытом мире, где любой факт можно проверить, сопоставить и понять, тебя пытались обмануть или нет. Поэтому старайтесь держаться с ними на равных. Помните, что вот они очень часто проявляют социальную активность, они ведут активную жизнь в онлайне и оттуда именно черпают большую часть информации, которой владеют. И именно поэтому зумерам очень важно, чтобы в момент трудоустройства или в тот момент, когда они работают в компании, они могли изучить компанию в интернете. Очень плохо относятся к фирмам, которые не представлены в социальных сетях, и поэтому изучают аккаунты не только компаний, но и потенциальных коллег, формируя общее представление о корпоративной культуре. Но если вы относитесь к поколению миллениалов или еще чуть раньше, то кто бы из вас мог подумать при устройстве на работу, что нужно найти аккаунты в Фейсбуке или в Линкедине, или в Инстаграме людей, которые работают в этой компании, посмотреть, какие картинки они постят, какие мысли они излагают, чтобы понять уровень общего настроения в компании и принять решение, будет вам комфортно в этом коллективе или нет. А вот Zetter, они как раз такие, и это будут делать в первую очередь. Именно поэтому сейчас большинство компаний, в которых возрастной состав работников достаточно молод, так пристально следят за тем, как будет представлена компания в сети. Какое количество у них положительных отзывов, как быстро нужно купировать отрицательные. Вот эта вся история, и она вообще приводит к тому, что компании задумываются на тему, а не стоит ли избавиться от офиса в привычном понимании, потому что, да, Zetter исповедуют отсутствие привязки к офису и считают это правильными. Они не хотят ходить на работу в привычном нам понимании с 9 утра до 7 вечера, это их угнетает. При этом они, нельзя сказать, что они там ленивые или инфантильные, они трудолюбивые и амбициозные. Просто фокус чуточку смещен. Им важно знать, с кем и как они будут контактировать на работе, если это необходимо. Но они достаточно успешно могут выполнять все свои функции со смартфона или ноутбука в любом комфортном месте, где там есть доступ к интернету. Ну, это, конечно же, в первую очередь справедливо для инновационных, цифровых компаний. Если это какое-то производство, где зумер вынужден с 9 до 6 все-таки переставлять поддоны или, я не знаю, мыть какую-то посуду, то отсутствие привязки к офису не будет его угнетать. Но нужно понимать, что именно вот это поколение – это драйверы бумага, воркингов, релокейшенов, саббатиклов, вот этого вот всего. И если с первыми двумя определениями еще более-менее понятно, то третье – вот это только набирающее обороты явление, саббатикл – это когда сотрудник требует предоставить ему длительный на 2-3-4 месяца отпуск с сохранением и рабочего места, и заработной платы для того, чтобы предвосхитить его выгорание, для того, чтобы он мог перезагрузиться, набраться новой энергии и снова прийти на работу. И нам, может быть, это кажется нонсенсом, но многие работодатели идут на это только для того, чтобы удержать зумеров на рабочем месте, уменьшить текучку, потому что обучить нового сотрудника всегда будет сложнее, чем продолжить работу с уже существующим. Кстати, вот про рабочее место. Чтобы заставить, ну как бы по-хорошему заставить работника поколения Z качественно выполнять какие-то рутинные мелкие процессы, ну или вообще, наверное, даже любые, я бы сказал, процессы, важно помнить, что для зумера критично важно знать не только свою задачу, не только свое место в рабочем процессе, а понимать общую картину. Это вот как раз про компанию в целом, про миссию и про то, что каждый солдат хоть и знает свой маневр, но он отвечает в целом за происходящее. Представителю поколения Z нужно понимать, что он не просто важный винтик в единой системе, а он должен знать роли других винтиков и понимать, как вот этот самый механизм работает, потому что заинтересованность в общем результате мотивирует его выполнять работу быстро и качественно. Поговорка вот как раз про то, что каждый сверчок знает свой шесток, она больше не действует. Зумеры – это часть большого социума, границы, которая стерта технологиями, и вот как мы уже говорили, это открытый мир, где в три клика можно узнать любую правду про любого человека, и поэтому зумер хочет понимать, что происходит, и хочет ощущать свою принадлежность к глобальным проектам, вызовам и задачам. При этом не нужно приукрашать действительность или, не дай бог, обманывать зумера, потому что правдивость превыше всего. Новое поколение нереалисты, и они ценят правду. Правду, конкретику, им важно знать, чего они могут научиться по работе в вашей фирме, они заинтересованы не только в финансовом вознаграждении, но и в личностном развитии. И вот это, кстати, очень важная штука в правдивости, потому что мне кажется, что зумеры в первую очередь заинтересованы в развитии. Это получается поколение, которое благодаря доступности образовательных инструментов и быстрой смене парадигм может и вынуждена постоянно учиться, постоянно узнавать что-то новое, чтобы оставаться в тренде и оставаться конкурентоспособным и на рынке. Поэтому компания, которая развивает их и платит деньги, будет гораздо более приоритетной по сравнению с той, которая просто платит деньги. То есть зумеры очень ценят доступ к информации, доступ к образованию, к тому, чтобы они могли быть все время конкурентоспособными, но при этом уникальными, как печенье на этом слайде, так и... Стилман говорит, что работодатели должны подчеркивать уникальность самой компании, должности этого человека в компании и уникальности самого человека. Три степени уникальности компании, должности и человека. У зумеров есть постоянное ощущение упущенной выгоды, потому что они видят большое количество социальных контактов вокруг себя. Очень часто видят эти контакты через призму украшения там Инстаграмом, украшения реальности Инстаграмом или Фейсбуком. Им кажется все время, что люди, которые идут с ними рядом, гораздо более успешные или эффективные, и они хотят быть такими же. Поэтому погасить вот это постоянное состояние или ощущение упущенной выгоды можно благодаря быстрому продвижению по карьерной лестнице или четкому карьерному плану. И они тогда, когда будут понимать это, будут работать гораздо более эффективно и быстрее. Поэтому задача HR-щиков в том, чтобы убедить молодого специалиста, что он не потратит свое время впустую, работая в этой компании, а у него есть вот четкий план на один год, на три года и на пять лет, по которому он может двигаться. А HR и сама компания ему в этом поможет. Ну и, конечно же, забота. Забота как внешнее состояние комфортное, психологическое, так и забота как медицинский фактор. Они очень много затирает, очень много уделяют внимания своему здоровью и внешнему виду. Уже недостаточно одной медицинской страховки, как это было с миллениалами. Все чаще при приеме на работу представителей поколения Z можно услышать вопросы о бассейне, о тренажерном зале, о расширенной медицинской страховке или о специальном питании. Ну и, в общем-то, это не хорошо, не плохо. Это так есть. Потому что нужно понимать, что молодые специалисты, они с радостью отдадут предпочтение фирме, в которой все это есть, чем нет. И если вы правильно выстраиваете процессы, то вы должны понимать, что это не ваши расходы, а это инвестиции, которые окупятся старицей, если вы правильно смотивируете представителя поколения Z, и они за счет доступа своего к постоянным образовательным ресурсам, за счет своего карьерного стремления двигаться по лестнице вверх, за счет здоровой мотивированной злости, достижения какого-то большого результата, они смогут быть гораздо более эффективными в таких условиях, в которых им комфортно, чем представители предыдущих поколений, которые в определенных задачах гораздо более медлительные, спокойные. Ну то есть у каждого поколения есть свои плюсы и свои минусы. Если вы можете инвестировать деньги в то, чтобы поколению текущему, которое вот только-только приходит на работу, поколению Z, было комфортно с вами работать, то можете быть уверены, что эти инвестиции будут возвращены вам. Каждая книга — это не только 10 фактов, но и... Не только 10 фактов, неплохое вино, но и три задачи. Три задачи из книги. Это такой формат, который позволяет вам не просто в разрезе фактов сформулировать основное, какие-то цитаты, интересные мысли или то, что вы хотели бы запомнить из книги, а взять и потом из этих фактов вычленить практические задачи. То, что вы пойдете и сделаете, внедрите у себя в бизнесе или в своей собственной жизни. И, в общем-то, то, что поможет вам сказать, что книга была не только интересной, но и практически полезной. Мы придумали, что и факты, и задачи нужно записывать в букнот. Букнот — это такой блокнот для осознанного чтения, который мы в «Читай быстро» сделали. Он структурирован так, чтобы вы могли выписывать сначала факты, потом на основе этих фактов формировать задачи, и на каждой странице букнота еще читать советы по скорочтению. Букнот спрятан в чехол, есть два карандаша. В общем, мечта любого книгомана. Если букнота нет, то вы задачи из книги можете записывать куда угодно. В телефон, в тетрадку. Главное — записывать для того, чтобы послать сигнал мозгу о том, что факты обработаны, а задачи структурированы. Но и после сигнала мозгу, конечно же, пойдите и постарайтесь эти задачи взять и закрыть. Поэтому старайтесь, чтобы задачи были измеряемые, конкретные и вам понятные. Я вот для себя выделил три основные задачи из этой книги такие. Значит, первое — определить, на какие должности в компании вот-вот придут зумеры, и подготовить их. Не в смысле зумеров, а в смысле должности. Обозначить глобальные задачи для этих должностей, поменять соцпакеты, построить четкий график карьерного роста с понятными ключевыми показателями эффективности. То, чего не было сделано для миллениалов, точно нужно делать теперь для зумеров. Второе — проверить все отзывы о компании в интернете, купировать негативные, если такие есть, обновить всю инфу, актуализировать данные о миссии, целях и задачах сотрудников. Сюда же можно отнести разработку программы по удаленному доступу к рабочему месту. То есть, какое количество времени сотрудник должен работать в офисе, какое количество времени сотрудник может работать удаленно. И это нормально, нужно с этим смириться. И третье, сюда же, это постоянные курсы повышения квалификации, поездки на конференции или любые форматы, которые позволят представителям этого поколения узнавать все новое. Это можно попробовать еще внедрить и на старых сотрудников, если они по старшим возрастам представители другого поколения, но не обязывать никого. То есть, нужно понимать, что ментальная разница в восприятии этих инициатив будет колоссальная. То же, от чего будут в восторге зетеры, зумеры, то может совсем не подойти представителям более старших поколений. Ну и третий основной факт, который я бы, наверное, порекомендовал всем, кто читает, всем, кто старше 35 лет и кто читает эту книгу, смириться. Мы уже сейчас с вами находимся в переходном поколении ZA. Это 2017-23 года рождения. Еще чуть-чуть. И поколение Z сменится вот этим поколением A. Парадигма поменяется. Ментальный разрыв будет все больше. Принятых молодыми людьми решений, которые вы не понимаете и хотите как-то на них повлиять и скорректировать этих решений, тоже будет все больше. Нам с вами остаются хорошие книги, хорошее вино и управление всем этим происходящим. Это был проект читайбыстро, буква.инфо. Обязательно подпишитесь на канал, оставьте комментарий, как вам книга про поколение Z. Согласны ли вы с тем, что так все и есть, или может быть у вас есть какие-то ваши наблюдения, может быть что-то еще, какие-то книги есть интересные на тему разницы подходов в поколениях. Все это пишите, пожалуйста, в комментариях, будет очень интересно почитать. Захотите проверить скорость чтения, вы знаете, куда идти и что делать. Это буква.инфо.инфо.рапид, там есть тест, его можно пройти, ответить на вопросы по результатам прохождения теста и получить сертификат, в котором будет указана ваша скорость и осознанность чтения. У нас на блоге буква.инфо.рапид все про букнот, все про осознанное чтение, про рабочие тетради, про мнемотехнику, эмоциональный интеллект, софт-скиллы и всякое такое. Ну и инстаграм.буква.инфо. Если любите визуальный контент, фоточки, то тоже, пожалуйста, давайте дружить с вами. Это был проект буква.инфо. Через неделю вернемся с новой хорошей книгой. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего вам дня. Пока.